YouTube привет! Недавно я делал обзор на вот такие интересные наушники от компании Blitzwolf. Это были у нас беспроводные Bluetooth наушники с очень хорошим звуком и с интересной эргономикой. Сегодня я же решил сделать обзор на наушники от компании Xiaomi, а именно на вот такие вот классные интересные наушники Xiaomi Mi Headphones. С ними я уже гоняю примерно недельки-две, немножко послушал на них музыки, послушал на телефоне, послушал на MP3-плеере. Эти у нас наушники, кстати, Hi-Res, то есть с Hi-Fi звучанием. И если у вас есть Hi-Fi плеер, то в этих наушниках будет вам счастье и офигенная музыка. У меня Hi-Fi плеера пока что нет, вот так что я слушал их на простом MP3-плеере. Но вам скажу, что они даже в MP3-плеере звучат очень качественно, очень хорошо, очень объемно. И меня звук таки удовлетворил прям вообще идеально. Я до этого слушал музыку вот в таких вот наушниках от фирмы KOS. И, ну, они, конечно, на порядок дешевле, даже на два порядка. Но я вам хочу сказать, что когда я сравнил звучание с этими наушниками от фирмы KOS, так там просто вообще небо и земля. Эти наушники у нас полуоткрытого типа. Заказывал я их в магазине Sansky. И, кстати, хочу вам заметить, что это очень интересный магазин. Там очень приятные цены. И вот давайте для сравнения посмотрим. Например, эти наушники в магазине Sansky стоят у нас 68 долларов плюс 11 долларов доставка. Причем цена доставки меняется от региона, страны. И, в общем, смотрите по своему местоположению. Иногда там доставка получается очень дешевая и очень приятная цена. А теперь вот мы с вами переходим на Алиэкспресс в официальный магазин Xiaomi Mi Store. И видим, что цена значительно отличается. И стоит далеко не 68 плюс 11, то есть 79 в магазине Sansky. А вот видим, цена уже совсем другая. А вот вам еще один магазин Алиэкспресс. Тоже для сравнения цены. В общем, я что думаю. Сравнивать цены в магазине Sansky выгодно, нужно и вперед. Потому что есть некоторые товары. Прямо там цена вместе с доставкой очень-очень будет приятная. И даже ниже, чем на некоторых интернет-магазинах на площадке Алиэкспресс. А я купил вот Xiaomi и сам под себя настроен. Что же у нас касается самих наушников. Поставляются они вот в такой вот интересной коробочке. Я пленочку уже вскрыл. Коробочка у нас очень плотная, презентабельная. Вот сразу видим, как они у нас будут выглядеть. Сразу видим, что у нас выведено Hi-Res Audio. То есть, заявлено то, что они Hi-Fi. Так, коробочка у нас плотная. Кровод не гнется. В общем, Xiaomi запарились с коробочкой. Они это любят. Все приходит очень презентабельно. Больше в коробочке ничего нет, кроме вот этого кейса. Тут у нас находятся наушники и переходники. И вот там внутри макулатура. Все, оно легко вынимается. Но я думаю, это уже будет неинтересно. Приходят они у нас вот такой вот коробочке. Вот мы открываем коробочку, смотрим. Вот они у нас так выглядят. Очень прикольно, очень красиво. И стильно в каком-то стимпанк стиле, я бы так сказал. Далее у нас идет вот такое отделение под наушники. Они когда будут в сложном виде, они вот сюда вставляются, понятно. И у нас отделение для наших приблуд. Тут у нас идет вот такой вот переходник. Потом у нас идет еще один переходник. Я так понимаю, это для самолета. Или для чего, ну как, по крайней мере, я слышал. И вот такой у нас провод, такой у нас кабель. Он длиной около метра где-то или метр двадцать. И вот с такими штокерками. Далее я вам ближе про них расскажу и посмотрим, что и как выглядит. Наушники у нас полуоткрытого типа. Они полностью садятся на уши. И скажу вам, замечу, что садятся они очень хорошо. У нас в комплекте идут только одни амбушюры. И у нас амбушюры съемные. То есть, вот мы берем легко прокручиваем. Оп. И все легко снимается. Также их одеваем. То есть, если оба, нам можно будет докупить амбушюры. И носить уже совсем другие. Амбушюры у нас сделаны из кожи. И сами наушники, оголовье наушников также сделаны из кожи. А динамик сделан у нас из металлического сплава. Который используется, ну как говорят, в аэродинамической отрасли. Который отличается. Сам динамик повышенной прочностью. И в то же время он очень легкий. Такой динамик имеет повышенную проводимость. Улучшает качество, мощность и реалистичность звука. Чем больше динамик, тем мощность воспроизводимой музыки будет еще выше. Мембрана динамика вместе с оголовьем размером более 50 мм. Тем самым делая выходящий звук четче и ярче. Эти наушники у нас отличаются высокой чувствительностью. А также способны воспроизводить качественный и мощный звук при сопротивлении в 32 Ома. Вследствие этого не возникает необходимости использовать усилитель. Достаточно лишь подключить наушники к телефону, планшету, MP3 плееру, как в моем случае. Или любому другому мобильному устройству. И наслаждаться высоким качеством звучания любимой музыки. Оголовье и внутренняя часть наушников из алюминия и мягкого внешнего покрытия. Повышенной комфортности. Вес 200 грамм. Несмотря на то, что динамики и оголовье наушников изготовлены из металлических материалов, это не делает их громоздкими и тяжелыми. Благодаря специальным звукопоглощающим материалам, используемым в наушниках, любые помехи надежно поглощаются, а шумы подавляются, максимально улучшая звук. Также большим плюсом является то, что провода гарнитуры имеют кевларовый слой, пароамидное волокно, обладающее высочайшей плотностью и эластичностью, благодаря чему провода не перекручиваются, не запутываются и не подвергаются механическим повреждениям. Такие наушники обеспечат вам высочайшее, мощное и насыщенное звучание музыки с любого мобильного устройства, так как они обладают высокой чувствительностью. Еще раз замечу, что наушниками я пользовался примерно 2-3 недели, и вообще они меня очень удовлетворили, очень классные, и звучание у них отличается от тех наушников, которых я слушал музыку ранее. Зачем платить больше, если есть Xiaomi? Оголовья у них очень приятные, у них алюминиевая конструкция, вот они вот легко у нас раскладываются, они имеют красивый вид, внешний вид, и легко одеваются на голову. У нас есть провод, вот у нас провод, также, кстати, у нас на проводе есть микрофон, вот если вам позвонили, например, вы можете без проблем взять трубку. Штекерки у нас белого цвета и красного, ну и тут также выходы белого и красного, то есть мы сейчас берем штыкерок, втыкаем по назначению белый-красный. В середине наушников мы видим буквы R и L, то есть левый, правый, left, right. Вот мы их одеваем, садятся они на голову очень хорошо, мягенько, амбушюры у нас небольшие, и мое ухо полностью втапливается в середину амбушюр. Полностью они мягкие, комфортные, удобные. Когда я наушники одеваю, то у меня внешний шум, он приглушивается, и вы особо ничего не слышите, ну то есть четко вы не слышите, а слышите объемную, хорошо басистую музыку. Но замечу такой один нюанс, они у нас наушники полуоткрытого типа, и если вы любите ездить в наушниках в людных местах, то имейте в виду, что вашу музыку будут слышать все окружающие, они довольно громкие. Но если вы ходите сами по себе, скажем так, или любите слушать музыку дома, например, возле компьютера, так, чтобы никому не мешать, то это прям вот изи вариант. У них цена 68 долларов, если я не ошибаюсь, в магазине Санский, плюс доставка 11, ко мне по крайней мере была, 77 долларов. А вообще они стоят в диапазоне до 100 долларов, в зависимости от магазина. И я хочу вам заметить, что в такой ценовой категории это одни из лучших наушников. Еще два слова скажу про кабель. Как я говорил, он у нас кевларовый, но это еще не все. У нас тут, где Jack 3.5, есть такая пружинка. Не часто увидишь в наушниках, я вообще в Xiaomi вижу впервые, то есть именно в этих наушниках. Эта пружинка не дает наушнику переломаться. То есть такая, как бы сказать, технология, такой нюанс встречаю первый раз. И это очень хорошо. Если вы присматриваете себе какие-то наушники в ценовой категории до 100 долларов, то я вам рекомендую присмотреться к этим наушникам от Xiaomi под названием Mi Headphones. Они за свою цену сделаны очень качественно и выдают хороший, приятный, басистый, объемный звук. Что очень немаловажно, если вы любите слушать музыку не только, например, в таких затычках, но и в таких вот полуоткрытых ушах. Я, например, вообще предпочитаю только такие наушники. А вот от компании Blitzwolf, в которой мне пришли наушники, это первые беспроводные наушники с такой вот формой, которые мне понравились. До этого я слушал только музыку вот в таких наушниках или вот в что-то подобных вот таких. А также я вам рекомендую заходить в магазин Санский, проверяйте цены, возможно, выберите что-то для себя интересное и подешевле. Если вам понравилось видео и мое мнение о данных наушниках, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет много еще интересного. И если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, буду рад на них ответить и почитать. А также пишите свое мнение, что вы думаете по поводу этих наушников. А если вдруг у вас уже есть такие наушники, то пишите обязательно, как они вам. Спасибо за просмотр данного ролика. Увидимся!